кто тут пришел ко мне господи благослови миром и гаде тихонович миром принимаем мире вот так сегодня столетия со дня рождения выдающегося русского писателя деятеля человека который боролся за свободу слова и самое главное за правду за истину а именно речь идет о александре исаевича солженицыны я вот хотел бы в этот день почтить так сказать его память его дело беседой с вами потому что этот человек оставил точнее его труды след вашей биографии поэтому хотел бы задать несколько вопросов и поговорить именно об александре солженицыны я согласен спаси христос ну и первый вопрос это тихоныч который касается солженицына как когда вы впервые познакомились его творчеством и как вам вообще вот пришла эта идея таким образом распространять размножать его труд архипелаг гулаг вот это первый вопрос ну вначале я услышал о нем когда приехал в пензу а его первой книги я тогда переезжал и там один из баптистов говорит вы слышали такая книга один день ивана денисович солженицына я говорю нет он стал говорить там говорит описывает алёшка баптист фигура такая насколько хорошо он отзывается а тогда не принято было коня баптисты враги человек добрый относится писатель писатель это не знаю но я прочитал никакого следа во мне это не оставила необычный язык у него особое выражение некоторые уже вошли в словарный запас русского языка вот это и на это обратил внимание остальное еще один день работает я сам строитель я увидел что дело знает о чем пишет но никак я не отреагировал а вот дальше тут уже моя связь была с теми кто в поле зрения компетентных органов кгб попал я разработал такой порядок я знал что рано или поздно будут меня трепать сделать так только мне приходит про эту книгу я уже слышал отрывки считал и объявлял к нам квартира это вторая строительная 62 16 городе барнауле 16 почтовое отделение кто приходит я говорю а приезжали отовсюду люди городов а сам тогда ленинград было у кого и такая книга есть я не спрашиваю мне только не говорите как заходишь налево у меня как стенка была кровать заканчивается и в ногах у кровати и вверху полка сюда книгу положите когда я прочитаю и опять положу и когда придете опять возьмете я не знал то есть меня хоть режь хоть убивай я не знаю то есть вот эта система помогла мне никого не не выдать и не солгать меня солгать это быть чуждым моему господу иисусу христу потому что всякая лошадь дьявол он отец лжи евангелия тяна 844 всякая неправда есть грех но таким путем у меня оказалось в руках эта книга теперь сказать ее издание какое было что для меня просто невозможно но видно что эта книга уже побывала во многих руках какие листика я переплёщик реставратор много занимался я стала читать считать это не то слово я как будто бы встретил дорогого знакомого близкого человека который много больше меня знает по этой отрасли столько испытал и не тоже там глотал как говорят это а я вошел туда ком он говорит я живу с ними потом мне это поможет когда меня арестуют он меня мне дал одно главное правило ты если тебя арестовали тебя привезли в тюрьму ты скажи я пришел умереть и все сдохла собака больше не со мной ничего не сделает что бы ни делали они больше смерти дать ничего не могут это я понял мы посещали тогда отделенных баптистов и у них кто-то вернулся из заключения там минокоп из алтайского края такие известные деятели были он говорит у вас бывает костюм сзади разрезан как у шинели чтобы шагать можно было вы зашеете там придется спать на железе на бетоне никогда не надо ложиться на спину почему на живот потом я убойка николай граф еще прочитал живот там переварится пища там все время котел здесь нервные окончания спина рядом ты сразу же сядешь все пропало организм сдаст мне это очень помогло я пришел сразу же иголку в руки я люблю очень решить зашил намертво на несколько полосок все все гер такие вот разрезы были все удалил и вот когда книга это попала я начал читать я не он не тоже ничего не знал и биографии то мало сказано я сразу начал о нем молиться не просто как поминать упоминали записали там кому-то дали нет это мой близки очень близкий друг товарищ и брат который старше меня и который так много знает я ученик его в этом вопросе а верю он говорит мало я понял тут он может быть учеником на моих занятиях а у нас занятия дошли это семиде семьдесят восьмой год примерно это вот это примерно так вот 79 начинался только ну сколько я знал моих знаний здесь не хватило я понял я тут спотыкаюсь проверить я не могу так ли это или нет я не видал когда берут тебя какие отношения как зеки но я понял у него большой недостаток он это все делал как герой как мужчине как артиллерист как капитан как коммунист которому открылись глаза на всю бездну куда столкнули россию но у него не связаны с верой я понял что здесь мы очень расходимся я стал молиться о нем вот сейчас бы допустим объявили конкурс ну какой-то солженицынский фонд сказали кто в каком году стал молиться о нем об александре савище молиться так чтобы под ногами у тебя говорит слезы лужей стояли он для меня сделался таким человеком который буквально вот так вот дал и распахнул ту часть страны страницу истории с датами цифрами связи с этим как ездил чехов на сахалин какие законы там около трехсот свидетелей у него было только которые давали ему за это я понял книга необычная имеет последствия я уже туда сел что если до дела дойдет у меня коснется я читаю а у самого ее надо издать ну как издать какие-то у меня машинка одна печатать один экземпляр а у меня уже магнитофонное дело было раскручено уже я на златоуста каждая катушка была 375 метров скорость движения 4,7 сантиметра в секунду 4 дорожки 8 так часов 20 минут звучание одной катушки 4 дорожки я понял надо и в это время мне господь посылает человека я делал так вот какой скоростью разговаривает человек одной дорожки я так его записываю и ну представь сколько это будет я тоже стал молиться об этом вот как бог наш спаситель близок к молитве живой молитве я просто простер руки господи помоги мне а в это время где-то молодой человек неженатый речку но алёша мы звали он леонид ильич был вот как брежнева звали леонид ильич он ходил в церковь ну недоволен был к старобрядцам ходил что там непонятно то другое не скажи ничего и ну где по-русски то понять одна же идет с одной бабушка ее звать агафья она меня знала моя в это время пошел проведать мы ухаживали за одной она не монашка была послушница и на кине рязанова александра тимофеевна пролетарская 103 она жила 93 года то рассказала как расстреляли монахини она за три дня успела выйти оттуда я стала живая всех монахин расстреляли там источник бьет сейчас это попутно говорю я ей был и задержался там нужно было помочь что-то я иду по партизанскому сумерки и она ему говорит алёша а вот такой человек есть я его слышал ой как он обоги говорит да ты что баба гапи а как его найти адреса я не знаю а идем навстречу они на партизанской у них молитвен дом а мы с этой стороны она а вот она идет говорит когда мой разговор и его жажда меня найти я иду навстречу а у меня жажда найти человека который помог бы как сделать быстрее переписку у бога это я рассказываю перед богом и выдумки ничего нету никакого лукавца зачем мне здесь нужно но мы встретились тут стали говорить и а я ему говорю ты в электрооборотнике занимаешься а я сразу скажу такого мастера класса я в жизни не встречал божьей милостью любой японский магнитопон холодильники там швейные машинки все что угодно ремонтируют а то то тогда были маленькие кассеты на японские где-то и мы как прием в опрунзе к нему со всех сторон баптисты адвентисты 50-ти все идут он все отремонтирует и он говорит а можно делать так что быстрее записывать а потом повернуть она будет на 47 меньше нельзя иначе там не будет тянуть голос я говорю да как как к той же здорово он готов может сделать так сразу на две дорожки записывать я так остановился на 2 это как он готов уже еще сделать так чтобы с одного магнитопона записывать и на 2 на 3 на 10 я вообще опишу на 10 это в 10 раз быстрее теперь на две дорожки теперь в 20 раз быстрее да еще скорость ой-ой-ой я тогда а мог бы сделать он может можно но уже средства я при деньгах был я все время печи делал на работе у меня заработок был сторожа 72 рубля мне не давали работать категорически не давали город закрыли для меня и сколько меня не водил там евгений венс майор он работал по освободившись из тюрьмы устроить на работу он был первый раз встречаюсь а сам седой такой всех устроил каторжников одного не могу меня узнают в одном месте приняли через шесть часов я пришел на работу а меня со второго этажа к счет баптист выйди сюда я иду мне в окно трудовую выкнули вон со двора чтобы духу не было вот какое состояние было но я трудовой взял а если я три дня не работаю я уже тунеядец мне статья меня посадят я из милиции не выложу устройте на работу до 18 мест проходил в деньги нельзя устроить и поэтому у меня такой заработок мне можно было работать только во вневедомственной охране железнодорожного района где я живу чтобы я все время был на глазах враг народа за мной сильно следили даже я билеты взял купил меня вызывает где-то подходят меня снимается самолета буквально я говорю я билет заплатил да не об этом речь тебе отдадут мне деньги дают и дальше начинает меня грится клепать один раз помню взял там милиционер от привязать и и у меня в паспорте на полмиллиметра закрыта была за загнута была страничка вот так вот он сразу так разогнул вам что советская власть не нравится на миллиметр в паспорте загнутая страничка в карман нажил и там задел за что-то и загнул поэтому отношение ко мне было особое и вот там я работал поэтому заработок маленький был и потому я делал печь я профессиональный строитель строительный техникум кончал пгс промышленное гражданское строительство и две пищи в день а две пищи в день это я 70 рублей свободно зарабатывал день да на работе еще подъезжая сремонтировать базу у меня очень хорошие деньги получались очень не считаю в этом что я на работе был я к тому говорю что деньги были и он говорит надо покупать а как я какой на четыре дорожки он говорит есть такой маяк 205 это самое последнее такая 320 рублей 320 рублей у меня 72 почему я попутно кое-что еще рассказываю ну для меня есть я говорю деньги есть все он говорит так надо не один а сколько 10 это уже 3200 30 но это понятно че-то 320 я говорю давай и вот в это время зимы то еще не было он у него был мотороллер с люлькой то и мы поехали в академгородок он подходит там прилавку вас таки магнитофон есть были сейчас говорит но они там магнитофона 2 давай сюда по 320 деньги на кон беру он запасные головки берет а каждая головка там больше десяти рублей на 12 что ли стоило головки которые трется это только 10 то есть мы посыпали горят а еще есть они ведь есть но там мы рекламации на них они не движут у нас свои мастера академгородок новосибирске они и рабочие он готов покажите он взял покрутил в одном месте что-то берем она горит нет мы сцену сбавлять не можем вот а я не сбавляю деньги есть есть он не работает его нельзя прокрутить даже пальцем крутит и никак он горит я беру а такие есть она горит есть еще восемь штук там хорошая торговля несите все он все осмотрел и берет я на него лёша ты что делаешь платить деньги только я их за два дня все поставлю на ноги и все поставил на ноги я только спрашивали шагов что-то знал узнал что в этом маленький такой там трансформатор и к внутри там и ты узнал что там проводки внутри замкнуты а тут проще йогурт я им разбил горь по частям сразу проверил в какой счастье а теперь стал сужать поиск ой-ой-ой мы мы приехали приехали его начал горит надоильный аппарат делать а какой а чтобы с одного который главный то и чтобы на все и чтобы одной кнопкой можно было все включать и выключать ой-ой-ой я не перестаю удивляться господь послал и он это все сделал ну и конечно уже у меня начитан был златоуст в это время я начал раскрутку сильной библии насчитал 12 томов я на златоуста это 62 пленки 62 умножить на 8 20 минут это все моим голосом насчитан я это сделал впервые мировой практики это все что я делал всегда было необычное это господь так делал я не ни за кем не ступал вслед я все время разрабатывал новизну почему бог сделал благодать божия я видел народ не знает они даже знать они как нельзя и господь указывал что делать мое там желание бог дал теперь надо думать как прятать все это целых восемь десятых квадратных метров неполных 13 барачного типа и воды и ничего нету здесь у меня мастерская том студии здесь приезжает 11 человек спят не на полу у меня плацкартами была разбита вся комната здесь кухня здесь туалет здесь мастерская надежа васильевна тапочки шьет это все на 13 квадратах размести и люди приходят человек 15 занятий идут стол к столу цепляется ножки выдвинулись а потом размонтировал печатная машинка украина 2 она дорогая была тогда я на ней печатаю все это обдумал сам при поднимается крышка такая в течение пяти секунд я его закрыть и уже нигде не найду даже кгб не могли найти открыть то есть они потом не говорили вот вам бы только у нас работать игнатий тихонович какая табуретка должна и под табуреткой тайничок буду поднимаешь нет а там двойная все это в стене у меня были продолбина закрыты и надо в одном месте найти где ткнуть чтобы открылась в одном другом месте шесть тайников было на 13 квадратах но они в подвале были не нашли ну когда я начал этим заниматься вот в это время появляется архитолог гулаг распространить значит я златоуст уже написал уже растиражировал одновременно идет 10 экземпляров мысли 62 а 10 это 620 надо кассет каждая кассета 6 рублей 20 копеек но теперь умножается 62 то 620 620 от этих кассет умножай на теперь на 6 рублей 20 копеек да как пленки то добывали все это рассказывать и все это к этому побудил господь и вот теперь я считать как я вижу что я и считать начинаю а а внутри меня ты должен читать не один а как я думаю голос вот такой должен быть у меня перед этим только одну книгу достал я библейские мотивы что они сказать тоже был в грузии тогда это был наум израилевич этот еврей крещеный у меня моем доме он уверовал то иконка то у меня бабушка на извини и есть такая уже старенькая баптистка у нее такая книга стихи а я стихи люблю насчитывал и она когда показала я обомлел книга большого формата толстая дореволюционная и какие поэты на картины гюстава даре на гравюры его иллюстрирующие библию какое стихотворение кто написал там виктор гугодер ржавин там плещеев льдов лавров я их даже не знал и и все это стихотворение картина на одной стороне гравюра ну черно-белая когда посмотрели я баба вы не отдадите нет я не дам ну мы побыли малинка я тогда и говорю пошли уже дорога я говорю давай вернемся ты попроси и на время а я и растиражирую я начитаю стихи и потом музыку сделаем и все и стали я тогда дорогой шел думаю нужно так чтобы я прошу потом он просит если она согласится чтобы она помолилась сама все так и получилось господи как я рада что от братику понадобилась книга это он обещается ее вернуть я никому не давала теперь я отдаю сохрани ее и все это сохранилось на пленке а там столько поэтов и на каждого поэта я решал какие голоса по театрам пошли искать заслуженные артисты слова там так начитана было ой-ой-ой кое-что у меня здесь на моем сайте сейчас есть на там только тнуть аудио звук и видео вот я говорю о том как я искал и в это время когда надо считать было ясно и редко рассказываю но бывает и расскажу а тут стал надежда васильна говорю как вот наяву видел что к нам сегодня даже прийти два человека вот но как-то интересно так я говорю к ним выхожу и мы стоим под каким-то утесом гора высокая а тут утес такой и мы прижались и к стене стоим-то игры один уйдет а мы двое останемся я рассказываю это время ввери стыщат я открываю дверь два мужчины стоят и вот я им все рассказал все один сразу уехал едет дальше а он его привез обо мне баптиста рассказывали те православные знают слово божие такой кей но они этого мне рекламу дали баптисты они приехали и на ум они привезли баптисты он доехал за такую ягодошел они возвращаются это тоже он остался якорь в геннадий михайлович а он кончил одесский исторический факультет двоюродной племянни главного идеолога ссср суслова михаил андреевич я ему сразу сказал гена ты останься он посчитал я посмотрел какую голос у него там можно увидеть он начнет трагедия русской церкви мученики 20 история церкви за двадцатый век и архипелагула потом он будет говорить это были самые счастливые дни моей жизни потом он стал григорием монахом и в туре называем себя кришнаитом отрезал ему головы в алтаре на престол бросил а потом его этого убийства после отсидки медведя где-то сажали только одежду нашли будто бы так и вот мы с ним стали считать попеременно двое и архипелаг гулаг насчитали понятно что когда мы так насчитали да я еще там музыки напустил где-то и было такое слушать стал люди но теперь надо растиражировать но растиражировать что авто время кажется пленки были у меня на 250 что небольшие совсем а есть 370 2 это 8 часов 20 минут и 525 метров 4 дорожки скоростью 4,7 сантиметра 12 часов 12 часов а кто знает сколько будет и теперь я знаю сколько вот девять кажется пленок у меня было тех 11 но 89 это получилось это 69 часов я могу с точностью до секунды сказать сколько потому что это аппаратура то все высчитала и мы его стали насчитывать и я стал распространять несколько лет назад несколько лет а сколько это лет я сейчас могу ошибиться может быть года четыре назад появилась статья в литературной газете московской газете мой мир мой мир то журнал журнал вот там кажется твардовскими к его отношения александр трифонович впервые были опубликованы первые главы архипелага гулаг первое и в это время сразу появилась статья что нет здесь не так ровно на 10 лет православный проповедник миссионер из барнаула игнатий тихоныш лапкин насчитал и распространил по всему союзу то есть я первый в стране распространил этот шедевр эту историю потом меня уже когда арестуют вскоре меня арестует и этому в обвинение но обвинение это это главное мне ярло пести поставили проповеди и там рогозина павла иосифовича вот такое было но тут главный архипелаг согрел а я еще масонство насчитал один я масонство отдал сейчас я не помню сколько-то ну около десяти лет занимался этой темой все на революционная советская зарубежная и все это объединил на протоколах сионских мудрецов по библии и как придет антихрист мне еще говорили если у меня называлась м1 м5 то есть пять пленок если м6 будет то только интервью антихриста уже будете брать все тут как есть слову сказать общество память руководимое тогда было василием дмитрием дмитриевичем вот это она сильно пробуждала народ и они этими вопросами занимались еврейский вопрос это другое я к нему приехал когда в москву а его там не было а я с его этими разговаривал и он когда зашел кто у нас мы говорит ваш гон у меня из коридора он услышал голос мы вашу записи слышали и слушали все казалось гриста голос с неба нам говорит в ли его лице он артист это для меня было как похвала но и вот распространять начали а я для себя все примеряю думать так не оставят потом они у меня вы спрашивали где книга кто дал понятия не имею прошло какое-то время и мне прислали привезли ли и положили не домник архипелага гулаг имка пресс из франции оригинал без всяких пропусков а были ли эти пропуски с этими я не знаю я начинал на пленке но когда я уже вернулся из заключения и появился компьютер теперь ну а пленки то что оригинал осынецкий карас ферромагнитный слой уменьшается там пыль идет слышимость хуже и они у меня его забрали и которые были везде обрезали обвинение везде стоит у кого взяли архипелаг гулаг вам зачем столько надо было а статья гласит для распространения я скажу не для распространения чего вы сразу 10 экземпляров слушали распространение соглашаюсь чтобы люди знали правду и вот когда я вернулся из заключения тогда я насчитал его заново на компьютер и поэтому в интернете только зарядить архипелаг гулаг прощение лапкина сразу услышите так не были такие отзывы об этом считают то который он ударение делать неправильно к стенке поставить мало а другой говорит я все время желал прослушать нету и прослушала джек настоящий читает говорит видно что все пережито то есть отзывы были разные одни говорят нам пророк илья сошел к баптисты про меня а когда узнали что православных это гнилое бревно я почему это все говорю врагов у меня много пускай они потешатся с греки но это бревно гнилое пощупают и вот теперь когда я зашел в камеру когда арестовали это я за него все время молился его уже не было в россии и эти годы я молился ежедневно чтобы господь бог вернул александра я не просто молился я стучался если уже угодно то прямо приставал к богу господи исполни верни его и когда я делал печи а печку сделать это без котла 30 рублей с котлом 35 это намного дешевле чем люди делали чуть не в два раза и бабушкам делал бесплатно а цену называл я грубо вот по рублю сделай подавай нищим где найдешь кого и проси чтобы александр вернулся домой а никто не знает нельзя было говорить александр вернулся домой вот пусть по союзу найдут одного человека который бы работал на солженицына какой он пользу окажет он не просто связан нет моей биографии столько похожего на него я это стал рассматривать однажды я приехал меня привезли сельсовет я только вышел а там мужики сидят в деревянске-то или о солженицына привезли несколько раз солженицына называли данных какое-то сходство люди находили это незнакомые люди знакомые вот так как я с ним связано когда он проезжал по дальнему востоку и сюда к нам я должен был встретиться мне говорили обязательно но он поехал в томск а я был потеряевки я не поехал я подумал что стал писать ему письма я думаю мы с ним встретимся встретимся и тут когда он едет там в москву и там минуты какие-то там часы есть а чтобы побыть и встретиться не единый раз и получилось ни разу но я ничего не потерял я его знал слушал записи как скрывался когда таился что все что где его голос начитывал практически у меня все это было я смотрю на потуги тех которые пытаются его оклеветать что он был в сексот под именем ветра я вижу думаю вы все вместе не стоите одного дня жизни не ивана денисовича александра исаевича кто вы такие кому подыгрываете и когда я в университете был то вопрос вел занятия в пяти институтах университетах одновременно вел занятия вопрос сейчас то были что послужило крушением вот этого монстра империи лжи советского союза ссср сатанинское сборище я там сумасшедших рабов ссср и слово сказать когда меня арестовали они где пишущая машинка была закрыта они открыть никак но видишь что она толстая там место так крышка от крышки а никак не тогда горну откройте и там в одном месте гвоздик один подковыривался ножиком и 8 вытаскивался один гвоздик тогда открывалась крышка с бортами с бортами и вырез был я сижу вот так это конфигурация это открывается а там надпись лежит кгб комарили гнусных безбожников вы опоздали все ушло а не ну и гнати тихонович там не никулин говорит юрий михайлович подполковник кгб но это вы зря я сам уже вижу вот еще скажу и теперь уже распространять когда пришлось уже в интернете и уже там его копирует распространяют теперь начитана там из музыка другие говорит нет вот это считает там слышно а форточка ответа воробьи чирикают там петух пропел человек в зоне находится но тогда второй вопрос можно анна ахматова когда к ней пришел какой-то начинающий литератор а может быть и не начинающий он сказал я горит прочитал архипелаг гулаг и мне не понравилось ахматова очень возмутилась что значит понравилось или не понравилось к архипелагу гулагу это не относится это обязан прочитать каждый русский человек вот и на тихонович на сегодняшний день какое значение имеет роман вот именно для молодого поколения там как назидание как история и соответственно вы ну все-таки насколько вот я знаю слышали я от своего отца и от своих родственников в общем то вот всю ту трагедию русского народа которая так или иначе отображена на страницах этого романа и сегодня все больше и больше и такой вот лавы критики обвинения лжесвидетельств якобы где александр исаевич это и предатели это и сексот это и агент вермахта и так далее так далее вот ваше внутреннее ощущение ваши исторические знания насколько истинно все то что описано в его романе то что он подтвердил своей жизнью и так далее вот какие у вас на этот насчет взгляды ощущения данные если бы была неправда я бы не стал даже касаться сто процентов правды аминь каждому слову его верить а эти которые сейчас нападают и и всех прослушал посмотрел что говорят кривляки как говорится поганки на пне хотя они другом месте растут ну никакого а какое отношение к молодежи я молодежь мало сейчас знают я больше дома сижу но судя по всему главное назначение его ушло это крушение режима и когда мне в университетах спрашивали что послужило крушением режима кто я говорю два человека это горбачев механ сергеевич и салженицын александр исаевич ну ну саженицын понятно горбачева ты к чего вы тут берете то я говорю только он мог напишет генерал армии вареников он мог трехчасовыми более лекциями своими выступлениями буквально всех ввести в заблуждение о чем говорил не знают но главное что у нас всех обманул говорит 18 миллионов коммунистов и последнего по спине похлопал тос в от столкнул коммунистический режим это был но я не знаю сколько стоили в 200 раз хуже фашистского я это докажу в течение одного часа а сегодня понимают и не только резун это там показал кто войну эту начинал этот суворов который подписывается суворов виктор вот а на самом деле это отдельная тема и поэтому говорить какое влияние на молодежь мнение мое такое никакого они вообще не нуждаются она выполнила свою роль ну было когда сейчас подряд на птицы сажают этого нет я пытался говорить да не да это когда-то да да тогда да и вот когда на западе там все думали там по своей агент это церковные в рясах везде говорили гонения на веру нету это другое и они не трогали этой темы но когда стал жениться на просчитали вот он мгновенно буквально как взорвал все когда его вы стали вот и тут обстановка резко изменилась а весь запад поднялся против что это не гнойник какой-то это чума это все болезни собраны в одном пузыре от края до края шестой части суши земной я совсем этим согласен и сказать сегодня как я не знаю я знаю но вам не вам в меня вошло я этим жил я о нем рассказывал но когда меня выпускали взяли слова и подписку что архипелагу лаки они буду распространять я и знал что они мне не дадут и потому я сказал не буду я христианин я свое дело сделал распространял библию златоуста вы хоть мешками распространяйте то есть со мной очень так льготно сказать обошлись и архипелагу лак меня он и не касается он свою работу сделал и вот так говорить о влиянии на народа же вообще на народ не знаю может быть никакого кого о чем описано нет товарища эпоха то ушла ничего нету и поэтому когда даже считаешь на хоть раз прослушать да я не нуждаюсь людям что сейчас подстилка и кормежка как и в туши написал сплошной желудочно-кишечный тракт больше ничего у людей нету я другой-то обстановке я не знаю в других странах но в россии там я живу никак мы это слово даже я запретил то бы не произносить нигде потому что за мной следили я свое дело сделал распространил на всю страну а теперь-то там тиражируй вставляй по одному экземпляру это у тебя будет вот на этот вопрос только так могу ответить когда что главное он когда умер за него молитва идет легко я определяю все по легкости у меня бывает иногда за больных молюсь я один человек выпадает из молитвы и все встречаюсь с ними вижу я перестал молиться с ним встречаюсь а он уже никакой потому меня я тогда стоя все на память читают поминаю святых 77 человек только только на память это взял на бумажку вот так вот и все переписал сейчас каждый раз считая больных и видно может быть ну видно что там и видно юрий вы написали что-то у вас там было помолиться то и у меня в молитвах и молитвах вы всегда давайте отбой что я сказать хорошо теперь перехожу на вторую ступень благодарности и вот о нем молитвой шла легко всегда я поэтому определяю и вот как у него тоже жена допустим если в брюках или там без плотка я мог сделать замечание что ну это неправильно но на это не обращал внимание он думал о том сбережение русского народа ну возненавидели из-за чего потому что он ну как достоевский то написал там 200 лет еврейского народа в россии он точно также написал и они простить его не могут как достоевском щубайс анатолий говорит я бы зубами рвал его вот так это все его книги и поэтому и фильм такой про него поставили про достоевского так и о солженицыны он коснулся а это уже никогда не прощает это их а его как раз и нужен он нигде против евреев не говорит ничего нет я даже вот я сегодня смотрел там хоральный хор у них поет мне скинули там кобзон и как они встречают и как он там этот заносит они свиток торы своей и проще я посмотрел как я хотел им написать у меня на форуме есть одна тема называется кто такие евреи как к ним относиться одна прочитала там и говорит еврейский народ тут вот старец говорит чудо но для меня не меньшее чудо что такой человек в россии есть я я не выдумываю я говорю что великое преимущество во всех отношениях что им верено слово божие вот о чем а что говорят там они ограбили юриспруденции вся власть что президентом и там совета министров у медведева жена еврейка меня это не касается я ежедневно молюсь за путина за медведев за порошенко за эрдогена за этого лукашенко за амана тулеева за рамзана кадырова ежедневно поминаю их имена перед богом меня обвиняют вам все хороши я еще сделал мне другого оружия нет и поэтому когда он умер я за него помолился и у меня вот внутреннее такое состояние что он спасенный столько бог дал ему жизни он столько перестрадал и вот как он когда его арестовали когда в метро был он хотел закричать и думаю кто бы услышал но останусь живой вот это то что он смертельно больного и уже в коридор выставили рак и вдруг врачи не могут объяснить рак вообще исчез ничего нету вот вот это вот это все говорит о том что бог господь спаситель коснулся сердца и когда его вербовали но вы же советский человек он как вот это главное что советский то если что не ты должен выдавать то он горит не могу почему же вы же советский человек он горит я поверил во христа я первый раз за христа спрятался как тебе угораздило то ликс александр вот я уверовал я не могу христос мне это запрещает и поэтому для меня это жизнь никакой роли не играет для меня жизнь христос смерть приобретения и какие у были высказывания как он выступал как там уже начали его защемлять после возвращения абсолютно все знаю вот мне ответа на мои письма ни одного не было я там писал я связан с архипела письма или адрес не точно дали или не доходили или при отправлении здесь глушили я сказать не могу ответа ни одного не было меня это тоже не трогала то есть он мне все дал что мог дать и как как себя вести как в тюрьме на допросах я вошел вооруженный и поэтому когда я был в тюрьме в это время первый раз я был арестом восьмидесятом году пищугов виталий николаевич следователь хорошо следователь вел следствие городская прокуратура нерайонная и вот однажды меня из камеры будут лапкин на выход если скале на выход это или что-то там допрос если с вещами защит тебя куда-то повезут я должен матрас здесь без вещей заводят в отдельную где следователю комнату следователь сидит магнитофон у него открыто магнитофон и мои все ограбили видимо один прокуратуру один суд суде один здесь остальное продали 2 человека понятые и вот он на бумаге написал напечатал там где я считаю и теперь тот отрезок где я читаю что-то он это себе берет а теперь я должен это начитать и они теперь там будут сравнивать интонацию то есть доказать что я читал а что именно я считал вот который второй будет это понятые они расписались именно с самого начала было взято когда его арестовали за это письмо товарищ он написал что паханом сталина назвал то и вот это вот меня вызвали и я там насчитывал а потом я уже понял что ослабевает давление за меня кто-то ходатайся очень сильно и приехал подполковник кгб никулин юрий михайлович и стал меня там горится обрабатывать и говорит а я ему на стол заявление дал я хочу выйти в суд а они меня стали подталкивать тому что можем без суда освободить я говорю нет я хочу в суд попасть я там думаю я буду говорить как димитров фашистском плену я им скажу всю правду это у меня стихотворение где то есть а там уже решили мою участь по другому не надо игнатий тихонович кому эти нужны здесь мерзавцы преступники ваше дело там на свободе вас там тысячи услышат он сильно сыграл а ваше заявление я взял и взял и разорвал разорвал и меня освободили он меня домой привез на кгбской машине со следователем я вашей матери обещал что я верну я вернул действительно все так и было это вот первый раз так закончилось но я написал не буду распространять дает мне бы и не дали что тут держать это а второй раз уже архипелаг не брали опять мне все это вернули а он когда пришел тогда и говорит кого вы арестовали чем что он не делал не так сейчас то есть тогда у меня ничего не было наступило время показать что они работают как он говорит когда надо расширять в кгб ничего не было только там житья святых добротолюбие насчитал григория диченко 4 книги арестовали и тогда пристали прилепили архипелаг опять туда вытащили житие святых двадцатый век мученики трагедия русской церкви три материала включили но они у меня занимали потому что изъяли допустим но не больше пяти процентов пяти процентов по пленкам вот архипелаг гулаг он занимал там всем допустим сейчас я не знаю на каком размере было но вот столько это сколько мегабайт я могу прямо сейчас только щелкнуть и все покажу ну вот что я могу сказать на о сегодняшнем дне то есть он свое дело сделал и поэтому он разовый был и поэтому режим рухнул проклят и забыты как астафьев писал о солдатах проклятые забыты вот так спасибо кристос и гнат тихонович как всегда все очень исчерпывающе объемно вот я думаю что в любом случае это нужно знать нужно помнить вот и безусловно это человек который сыграл действительно свою немаловажную роль в истории нашей страны прежде всего к падению этого режима сегодня кстати смотрел небольшой ролик вернее передача была на спаси и там отец андрей скачков беседовал с молодежью говоря там о западе о россии ну и его задают вопрос там вот как вот вот многие сейчас говорят как хорошо было в советском союзе при коммунистах ну вот а сейчас как плохо он говорит много было хорошего при коммунистом горит агрит много сейчас ведь много плохого до горит много но сейчас есть одно обстоятельство которое перевешивает все плохие сегодняшние стороны нашей жизни это возможность свободно молиться исповедуйте посещать храмы нашей стране раскрыт постела анекдот на кухне как говорили вот ожидая по лжи это тоже издал вот так но это говорят так которые не знают привыкли к этой колбасе который продавали слышал как анекдот когда горит жива хорнал неру приезжал горит и попутно спросил чем питается тут а в основном вот вот ливерная колбаса но он туда взял послал домой то они оттуда прислали сразу говорят в кали глистов не обнаружено едут но в самолете летят американец там кто открыл там свои там ароматизаторы лазная разно такой запах пошел то ну и русский свою тоже открыла какой запах тот не да еще она у него там салфаном мешочки то он говорит а ваша еще готовится он готов у нас как-то такое там индейской от индейок сейчас берет мясо там мы берем с австралии кенгуру остальное тут овечки то другое да вообще а у нас все что остается на выброс сиськи письки играть все тут перемешиваем перемелет а мне как это ливерная колбаса нравилась очень дешевая а там всякая вся а все отходы какие были вот попутно к тому стремятся люди вот на там была свобода у меня стихотворение тоже на эту тему есть как ну вся эта свобода пришла и что она что дала я не не подумал что тут коснется что маргарит течер это сваха главная которая горбачева сосватала и он знал чем это закончится там все это было проиграна на десятки раз и чем это все закончилось будете ностальгировать по брежневским временам я ни о чем не жалею и мы потеряевки не голодали что есть нечего было земли свободные в алтайском крае только было свободное при перестройке брошенных миллион двести тысяч гектаров и никто не хочет работать а мы взяли участок земли лопатами скопали у нас все есть и сразу посеяли там рост что было комбайна нет соседей помогли убрать там наполовину и мы отдали у нас все сразу стало почему работать работать и работать и вот он когда говорил вот это свобода то другое про союзах мне это было чуждо потому что но я с другой позиции смотрю с другой платформы не профсоюзы не сбережение а зачем сбережение это вот поздравляют пьяницу с днем рождения зачем когда он каждым днем он только гнуснее гнуснее становится он больше и больше зла творит нет главное это жизнь для христа жить во христе там он описывает какие встречались ему люди вот описывает чеченцев под как у них там нападал на день там убил и как заперлись они и никто не касал я все это испытал вот какие эстонцы трудолюбивые мне в армии они встретились понравились латыши и после службы я туда уехал там и уверовал это все солженицынские корни отзвуки оттуда шли вот даже кажется незначительно но я бы в латвии не поехал я бы не встретил там не той бы улице и прошел меня не встретил не нашел подумать страшно мне теперь когда бы не ту открыл ты дверь я господу эта песня о девушке поется она поет о муже а я христу это пою как подумать страшно мне теперь когда бы не ту открыл ты дверь не той бы улице прошел меня не встретил не нашел он меня нашел поэтому солженицын это не просто так а ров от прежнего через который перелезти невозможно никак а теперь его помаленьку засыпали он показала этот ров отделяет нормальную жизнь от ненормальной он говорил как они там женились как их ксензы венчали через это мне все это я все через него узнал и поехал прибалтику я уже вооружен был еще дорога начал сразу изучать латышский язык купил учебник пока ехал он мне такие люди какие они хорошие эти люди прибалты работяги какие честные это он мне характеристику дал на них вот я может что-то тут упустил но самое главное вот что горбачев дал эту свободу я-то горбачева только одно не понимал зачем депутатский корпус не не его не было и вдруг он есть а теперь по 500 тысяч платят им каждый месяц с надбавками тысяч у меня пенсия на сегодняшний день вот сегодня у нас 11 декабря 2018 года вторник у меня пенсия 7000 141 рубль 33 копейки все ни копейки мне ниоткуда больше нету я в это должен войти вот сейчас купили там увидел там кому этим мать там у них умерла уд роботов то это деньги которые присылают кто-то помаленьку накопилось я их сразу отдал и а теперь там подаем адрес на кого зайти галина закуляева эти мы не нуждаемся ни в чем мы абсолютно все имеем я благодарю что вы зашли и что вопрос да и вы не противоречите нигде вы как со мной согласны истина так потому что вот я очень много тоже этим вопросом занимался и когда я слышал и вот читал подобного рода критику у меня всегда вот в мое вот внутреннее ощущение она противность потому что я помню я был потрясен когда прочитал иван и один день из жизни ванна денисыча потом уже архипелаг и поэтому опять же зная и истории своих дедов и так далее я если не понимал за что на него грушит потому что мы это уже истинное вернее внутреннее ощущение что это все истина это все правда но в круге первым меня нисколько это не тронуло просто фильм смотрю там иннокентия этого или вот красное колесо и это все читал и целиком меня это не грамма не трогать все это история никакой роли не играть что керенский сказал что в это время где ульянов был что царь был все на суде божьем уже на временном а потом дальше будет я благодарю бога что такой человек был в россии для меня он чем-то похож на достоевска федора михайловича а тот для меня пророк пророк он сказал игра с атеизмом если придут к власти закончится 100 миллионов голов придется заплатить абсолютно точно поэтому фашизм гитлеризм я ставлю в данном сравнении это это мягкая форма совсем он своих князей не убивал они должности занимали графы нигде он поп этих которые верили церкви открыты там анастасий грибановский еще там благодарность гитлеру за открытие храма послал сравнивать не приходится даже никак а это уничтожали свой народ кто хорошо живет гитлер никого не раскулачивал всячески старался чтобы все хорошо жили лучшего правителя в мире нельзя было придумать при одном условии что нет бога я об этом отвечал а если бог есть только просто дьявол образе человека весь ответ и тот и другой вот предисловие книги из кирь там когда схватился аман с этим мардахеем и вот два змея он видел как борются вот это вот и война два змея схватились и ну что же на тихом и спаси христос вас ваша во веки слава все смотри я поставлю так где-то там может быть на той неделе может быть и на этой выставлю хорошо спать и присутствует ареста небес на александру я так аминь и молитва шла легко с богом богом